Здравствуйте, Сергей Вячеславович! Здравствуйте! В прошлый раз мы с вами подробнейшим образом разобрали тему виски и мозг, но поскольку тема неисчерпаемая, возникла идея продолжить. О чем будем сегодня говорить? Ну, виски он вообще неисчерпаемый, если его вовремя перегонять. Ну, вот и побольше. Поэтому сегодня мы остановимся на самом важном, потому что у нас же существует алкогольная зависимость. Ну, когда человек, так сказать, склонен к наркотическому состоянию, тогда ему все равно, что денатурат пить, клей БФ и что-то виски. А есть ситуации, когда человек зависим от обонятельных ощущений. И вот здесь как раз алкоголь, особенно такой высококачественный, имеется в виду тот, который экстрагирован из различных бочек, из различных материалов сделан. Он преподносит нам массу сюрпризов, потому что люди, пробующие виски или регулярно там употребляющие, они постепенно начинают привыкать к неким вкусам. И их хорошо помнят. И у них возникает устойчивое желание этот вкус обновить. То есть в этом основная проблема. И почему-то они очень точно и хорошо запоминают эти самые вкусы. И вот всякие сомелье, которые смешивают виски, разбираются в напитках, они очень легко и хорошо помнят огромное количество и запахов, и вкусов. В чем дело? Дело в том, что как раз с обонянием и вкусом связана уникальная особенность нашего мозга, которая всегда будет поддерживать поклонников виски, хороших коньяков и так далее. Тех напитков, которые имеют большую градацию ароматов и вкусов, особенно связанных с крепким алкоголем. Потому что вино – это немножко другая история, потому что это живая система, которая на самом деле очень быстро меняется. Стабильность невысокая. То есть да, разнообразие большое, но стабильность невысокая. Виски обладают высокой стабильностью. Его можно в конце концов сто лет хранить в бутылке, и с ним ничего не происходит. Поэтому нужно остановиться на этой особенности нашего мозга. Вот мы здесь закусываем, уважаемые слушатели, моими собственными грушами, которыми обычно я режу во время роликов. Вот они уже высохли, и теперь очень нам пригодятся. Да. Потому что грушевая, сушеная груша, которая была сладкой, она очень хорошо оттеняет. Особенно такие напитки. Так вот, начну издалека. В чем дело? Дело в том, что у большинства животных обонятельная система вообще является ключевым регулятором поведения. Конечно, не у всех есть чисто зрительные существа, как, например, черный или голубой мэрлин, рыбы, у которых обоняние плохо развито, а зрение хорошо. А вот у млекопитающих обоняние – это ключевой, ключевая система. Дело в том, что у млекопитающих передний мозг-то возник из половой системы. То есть тот самый мозг, который покрыт бороздами и извильными, когда-то, в далеком прошлом, когда млекопитающие только отделились от рептилий, он сформировался на базе так называемой вомероназальной системы, то есть полового обоняния, в котором были продублированы все функции – двигательные, моторные, разные сенсорные. И наша, на самом деле, вот эта большая, потом уже с бороздами и извильными кора сформировалась как инструмент для обслуживания половой системы. То есть хуже придумать довольно сложно, потому что через этот фильтр проходят все наши действия. Но в обонянии есть еще одна тонкость. Дело в том, что у низших, особенно млекопитающих, изменение поведения чрезвычайно сильно зависит от обонятельных сигналов, приходящих, так сказать, в обонятельную систему. Это и поиск самки, и поиск самца, и поиск места для размножения, и поиск пищи. То есть, учитывая, что наши предки на том этапе были сумеречными существами, а на это есть все доказательства, потому что у нас зрение цветное возникло вторично. Оно совсем не такое, как у рептилий и птиц. То есть у нас был этап, когда мы в основном жили в норах. То есть мы были такими достаточно мерзкими, красоподобными существами, которые ели все, что едой пахнет. Ну и между делом сожрали динозавров. Конечно, никакой там не метеорит прилетел дурацкий. Это бред сивой кобылы, потому что динозавры вымирали несколько десятков миллионов лет, а не в течение трех суток или там в течение одного года. Поэтому наши предки прятались в норах и пользовались обонением. Но поскольку обонение обладает большой сложностью и нужно вызывать очень сложное поведение для того, чтобы регулировать активность животных, там возник очень интересный механизм, который у других животных, то есть в других группах, кроме млекопитающих, очень слабо развит. А у нас развит очень сильно. У млекопитающих сложился очень интересный механизм. Он состоит в том, что обонятельная луковица, которая располагается у нас вот здесь примерно, и ее связи с обонятельным эпителием, которые вот здесь по сантиметру такие, два кусочка, которые мы воспринимаем запахи. Напрямую каждая клетка врастает в обонятельную луковицу. И вообще они у нас меняются примерно каждые 80 дней. То есть раз в 80 дней появляется клетка, которая заменяет другую, таким образом мы поддерживаем обонение. Именно поэтому обоняние у стариков хуже, потому что репаративная, то есть восстановительная функция обонятельного эпителия снижается. Так вот, эти сами волокна, которые приходят в обонятельную луковицу, они являются основой информации. То есть мы для того, чтобы унюхать виски, мы унюхиваем. Обонятельные клетки, они получают сигнал, он передается по аксону в обонятельную луковицу, а из нее уже в головной мозг. Все как бы просто. То есть первичный центр – это обонятельная луковица. Так вот, у млекопитающих, из-за того, что обоняние играло огромную роль во всей жизни, размножение и да, там все, ношение внутри популяции, возник крайне любопытный механизм, который состоит в том, что в обонятельной системе, то есть в луковице обонятельной, сформировался механизм имитации запахов. Ну, понятно, что луковичка у человека обонятельная. Она маленькая. Это полмиллиметра, там на 4-7 миллиметров. Такая пластиночка. Очень маленькое образование. И, конечно, никакой памятью фантастической она не обладает. Но возник механизм, который ее замещает. Огромный мозг, который туда приходит, волокна из обонятельной луковицы, большие части, особенно древние, то есть это палеокортекс древней коры, которые занимают значительную часть, они посылают обратные сигналы. То есть что? Есть специальные волокна, идущие из палеокортекса, обонятельного ядра и многих еще других центров, которые приходят наоборот в обонятельную луковицу. То есть сюда поступают отростки нервных клеток, которые чувствуют запахи. А кроме этого зачем-то есть волокна, которые идут из мозга и оканчиваются в луковицу. Возникает вопрос, зачем такая глупость? Что там мерить-то? Оказывается, это нужно для того, чтобы в мозге, в огромном хранилище запахов, которые запоминаются там, а не в обонятельной луковице, создать иллюзию запахов. То есть именно поэтому происходят такие странности, когда вы приезжаете, например, в какое-то место, где давно не были, и вдруг этим местом начинает пахнуть. Вы видите, но это на самом деле фантом. Вы видите глазами, и ваш мозг, то есть как раз древний центр, вызывает тот детский запах, например. И вдруг вы понимаете, что это пахнет, как в детстве. На самом деле не пахнет. Уже давно не пахнет. Только у человека так. Да, это у млекопитающих, у всех так. Почему? Потому что у них всё очень сильно зависит от обоняния. Был период, говорю, когда зрение не играло почти никакой роли, и мы были обонятельными существами. И для того, чтобы вызвать определённое поведение, надо было сформировать определённый запах. Искусственно. Ну, например, там… Есть там два самца встречаются, норных. И один другого не унюхал, но возбудился и идёт на драку. Почему? Потому что обонять не восприняло запах. Ну, например, там, я не знаю, по каким-то причинам, там, железы не работают, потовые или сальные. А мозг смоделировал эту ситуацию, видя конкурента, самца, злого. Он вызвал ощущение половых феромонов конкурентного самца, и тот в него набросился. То есть это очень важный был механизм. Механизм для управления поведением. И вот этот механизм у человека, естественно, он уже играет не такую роль, но он трансформировался в то, что мы называем обонятельной памятью. И это очень важный момент, потому что многие этого не понимают. Наши очень многие воспоминания о детстве, воспоминания о каких-то взаимодействиях с людьми, о какой-то еде построены на этих самых запахах. Но запахи хранятся в мозге и вызываются очень натуралистично стимуляции обонятельной луковицы, в которую эти запахи когда-то и приходили. В этом основная проблема. Если касаться виски, то, собственно говоря, о чем идет речь? О том, что не только запахи, которые мы унюхиваем, но и тот алкоголь, который у нас размазался во рту, он же через специальные отверстия, ханальные, значит, попадает в нос обратно. И таким образом мы наслаждаемся вкусом и запахом виски. Но проблема заключается в том, что если у человека приобретается опыт, особенно с хорошим виски, это понятное дело, он начинает накапливаться в обонятельных центрах. То есть обонятельная память для нас очень важна. И на нее затрачивается огромное количество нейронов. Ну, примерно, по моим оценкам, около где-то 20 кубических сантиметров нейронов. Это несколько миллиардов нейронов, которые занимаются только тем, что хранят запахи, а в случае необходимости посылают сигналы в обонятельную луковицу и имитируют. И у нас мы не можем даже различить, в чем фокусно. Мы не можем различить этот запах, мы сейчас чувствуем, или он искусственно смоделирован мозгом. А таких вещей очень много. Ну, приведу несколько таких простых примеров, о которых я часто говорю. Это ощущение недостатка воды. То есть у нас вот сохнут губы, некоторые там бегают, дамочки там бесконечно мажут. У них там сохнет язык, пить все время хочется. На самом деле это фантомное ощущение. Никакого такого события нет. Дело в том, что мозг не может сообщить человеку о том, что надо попить. У нас нет инструмента. И возникается фантомное ощущение поиска пищи. То есть недостаток. Кажется, что сохнут губы. На самом деле просто этот недостаток воды, которая измеряется внутри желудочков головного мозга. Там меряется количество солей и количество воды. Если солей много, то он заставляет вас пить. Как заставить пить? Чтобы губы сохли, чтобы там ощущение сухости во рту. Для таких фокусов мозг устраивает очень много. Точно так же и с обонятельными луковицами, которые получают, сначала долгое время даже не могли понять, а зачем там какие-то волокна? Что они там делают? Когда сигнал передается, известно, как все переключения, известно. Зачем возвратные волокна в обонятельную систему? Оказывается, для того, чтобы управлять поведением, да так, чтобы или животное, или человек даже не смог отличить. Это на самом деле так? Или это запах? И иногда люди действительно попадаются на это. И у кого-то с зрительными образами, когда сочетаются какие-то определенные запахи, они вот видят, если даже это пахнуть не будет. А у них имитация. Ну, знаменитые фокусы 80-х годов, когда такое было веселенькое время, когда появились всякие игрушки, такие имитирующие всякие вещи. Ну, когда пластик вошел в обиход, и вот резинообразный пластик, и выпускались игрушки. Например, выпускалась такая игрушка, кучка человеческих фекалий, да? И вот любимое развлечение у некоторых школьников было – положить около доски эту кучку, смочив водой в школе. Ну, вероятность срыва урока очень высокая. Ну вот, и как-то в нашем классе, где я тоже учился, там такой мальчик был, у которого родители все время ездили в эти западные страны, и он, значит, притащил такую игрушку. Резиновую какашку такую. Ну, почти такая же, как на болотной стояла, только маленькую. Ну вот. Смочил водой, положил около доски. Ну, естественно, там учительница пришла, и первое, что она завопила, она завопила. Ну, как же это пахнет! То есть у нее не было никаких сомнений, что это настоящая фекалия, и она сразу же почувствовала запах. У нее четкие, устойчивые, вот реверсивные реакции. Ну, я совершил ошибку, конечно, большую. Мне так жалко стало эту игрушку заграничную, которую, в общем, ну, ясно, что сейчас уничтожат. Я быстренько встал, подошел к доске, взял ее рукой и засунул в карман. Ну, учительницу, естественно, вывернул наизнанку. Ну, игрушка была спасена. Ну, это были советские времена, простительно. Таких экзотических вещей тогда никто не видел. Но, тем не менее, в этой истории самое любопытное это то, как она среагировала на это. То есть у нее первое ощущение, она завопила, что в классе воняет. В классе не могло ничем вонять. Потому что это просто резиновые окна были открыты. Ну, как обычно, в советские времена на переменах классы проветривали. Была такая дурная привычка. Поэтому классическая демонстрация четкой связи. Ну, тут еще на эмоции завязано. Потому что игрушка спровоцировала явный всплеск таких сильных эмоций, неожиданностей. Если говорить о нюансах каких-то, о неявных, скажем, проявлениях вот этой взаимосвязи мозга и запахов. То есть, получается, человек, у которого большее количество нейронов с этим связанных, он вот сомелье, да, люди, которые занимаются составлением купажа. Да, конечно. Получается, у них большее количество нейронов, которые отвечают за эти... Ну, если сраку... Прямая связь есть такая? Да, есть. Дело в том, что разница, уже известная на относительно небольшом материале, она составляет почти 350%. То есть, это что значит? Это значит, что, например, у человека с выраженными обонятельными предпочтениями, туда входят, что там, гипокомпальные структуры, амигдалярный комплекс и палеокортекс. Эти структуры могут быть в три раза больше, чем у другого человека. Ну, понятно, что нейронов в три раза больше, это уже очень много, а связей там 100 тысяч на нейрон добавляете. То есть, получается, что объем памяти там на порядке выше, то есть там на пару порядок. То есть, талант нюхача – это, собственно, количество нейронов и связей. Да, да, да. Ну, конечно, он должен работать, потому что надо же запоминать. Надо нюхать непрерывно и пробовать, иначе навык не возникнет и никак не разовьется. Поэтому да, конечно. Вот у нас был институт ароматических веществ, которые, кстати говоря, как все более-менее здраво в нашей науке, уничтожили просто. Потому что он занимался серьезными исследованиями. Таких учреждений очень мало в мире. А уж такими вещами, как поведенческая и адаптация к возвратным запахам, это вообще никто не рассматривает. Я неоднократно читал лекции на эти темы. Это в большинстве случаев, в общем-то, плохо известно. Потому что это фундаментальный механизм, связанный с регуляцией поведения. А так могу сказать, что да, он играет огромную еще роль, потому что вот то, что я приводил, пример – это когда зрительная координация вызывает, то есть, понимаете, там еще связь с органами чувств. Определенный набор раздражителей, в том числе и непрямых, необонятельных, может вызвать имитацию. То есть можно обратным способом запустить механизм такое восстановление запахов, которых вы когда-то чувствовали. А с виски здесь очень просто. Чем больше… Конечно, структур – это очень важно. Но любой человек, независимо от размеров этих самых структур, он может неплохо разбираться в виске. Почему? Потому что наша эволюционная история, та самая древняя, которая сделала нас, в конце концов, из обычных крыщуков, обезьянами, а потом людьми, она миллионы лет была построена именно на обонянии. У нас огромная часть мозга занимается обонятельными сигналами. Хотя мы – убогие микросматики. Это говорит, метод термин обозначает то, что мы, по сравнению с собаками, вообще ничего не чувствуем. А собаки по сравнению с бабочками вообще без носа, считайте. То есть бабочки, они различают запахи одна молекула на кубический метр воздуха. Ну, такие проводились эксперименты энтомологами, в том числе и в Подмосковье. Ну, там с павлиноглазками, с некоторыми, насколько я помню. Это было ещё лет сорок назад. Ну, большие такие красивые бабочки, дальневосточные, которые находят полового партнёра на гигантских расстояниях. Ну, простейший пересчёт, арифметика пионерская. Вот показывает, что там концентрация этих молекул была за гранью чувствительности вообще всего там. Но молекулы на куб. То же самое делалось в Америке эксперимент, когда определяли их вот систему восприятия запахов. Конечно, мы с таким сравниться не можем. Но из-за того, что у нас поведение очень сцеплено запахами, и когда-то от этого зависела, репродуктивная стратегия, с которой я начал, что передний мозг вырос из-за репродуктивной системы из вымероназального органа, она играет колоссальную роль. То есть на самом деле тяга к разнообразию обонятельных ощущений вкусовых – это отрыжка нашей эволюционной истории. То есть таким образом, выпивая хорошие виски, мы так немножко утешаем сами себя, разглаживая и расчёсывая свой обезьяний, а то и мышиный хвост. То есть древнейший. Поэтому люди, когда выпивают виски, особенно начинают разбираться, они говорят, вот мы получаем райское наслаждение. Это райское наслаждение за счёт чего? Они стимулируют в лимбической системе столь древние центры, которые в нормальной жизни человек контролировать-то не может. А почему это приносит удовольствие? А потому что... Стимуляция центров. Да, стимуляция центров, она приводит. Ну вот вы понимаете, как всё устроено в мозге. Нейрон отключить нельзя. Он всё время работает. Он накапливает медиаторы, 1-зентрифосовную кислоту и так далее. Но он должен использоваться. Приведу наглядный простой пример. Ну вот вы представьте себе, что вы на кухне поругались с свекровью. Ну представим себе такую вещь. Ну так, в лёгкую, из-за кастрюльки. Ну там бывает. А мне так поставили, не столько воды налили. Макароны не тем концом клали. Это обычное дело. Вас решили поучить. Ну вот, вы поругались, да? А потом проходит 10-15 минут, и вы вспоминаете, что есть ещё много грехов у свекрови, которые можно было по этому случаю вспомнить. И через 10 минут происходит схватка челюстями на кухне. Значит, так и не на жизнь, а на смерть. Что на самом деле-то? Дело в том, что наша древняя обонятельная система требует времени для раскачки. Мы должны выбросить набор медиаторов, разных веществ, которые входят в состав наших синапсов. То есть, иначе говоря, у нейронов-то ресурс есть, и память-то есть. Но чтобы извлечь, нужно создать эмоционально нагруженную ситуацию. То есть, короткая первичная схватка перед большим боем на кухне, она стала стимулятором эмоциональным для выброса, освобождения тех медиаторов, которые освежили вашу память. Вот с виски происходит то же самое. То есть, человек выпивает его, и он запускает древнейшие механизмы, связанные с обонянием, с обратной стимуляцией, особенно если он уже чуть разбирается в виске. И он получает удовольствие. Почему? Потому что, оказывается, задействованы те обонятельные центры, которые в норме в повседневной жизни он никогда не использует. Но удовольствие в чем? Выплеск энергии, получается. Дело в том, что сбрасывается, сбрасывается то накопленные метаболиты, которые сидят в обонятельной системе. Ну, как вот в примере со свекровью, которая там это начало, а потом выброс-то был полный, а потом все тихие, спокойные на некоторое время. Хорошо, тогда вот известно достаточно мнение, что впечатление от напитка, в том числе от хорошего вивки, оно завязано на обстановку, в которой этот напиток пробовался, дегустировался. То есть попробовать этот напиток в другой ситуации, например, на берегу моря или в другой компании, он может вызвать другой эффект, впечатление. Почему так? Это достаточно распространенное мнение. Да, потому что рецепторный аппарат совершенно разный задействован, и зрительный, и слуховой, и все остальное. Но могу сказать, что хороший коньяк, например, на берегу Черного моря, на третьем этаже, в шезлонге принимать так же хорошо, как в хорошем ресторане. Нет, я имею в виду впечатление от напитка может быть разным. Да, это конечно. Конечно, конечно, потому что все зависит, что у вас во рту. Потому что известно, что надо ополаскивать вкусовые сосочки, надо следить за своим обонянием. У нас есть такой гипертрофированный фильм, там «Нюхач» называется. Там это все очень гипертрофировано, но на самом-то деле, в общем, дело-то правильное. То есть если вы хотите, чтобы у вас нос работал, не надо туда в тизин капать. От людей, от обстановки, от эмоционального состояния. Конечно, это же, ну раз мы говорим о том, что обонятельная система является стимулом сложного поведения. Значит, обстановка обязательно влияет, обязательно. Атмосфера влияет, влияет. Понимаете, но все равно, например, 800 Гц в музыке, которые, ну, это отвечает за низкую середину, например, там 500 Гц в музыке, да, они 500 Гц останутся в любой ситуации, что на берегу моря, что в концертном зале. Мне интересно, в обонятельной системе есть какие-то ориентиры, на которые можно опираться? Нет, таких нельзя опираться, потому что в обонянии в том-то и дело. Еще в конце 19 века пытались строить такие обонятельные пирамиды, когда раскладывать запахи. Запахи – это самое сложное, что есть. Вот да. Потому что они, первое, субъективные. Второе, они… Субъективность – это построено на индивидуальности рецепторов. А третье, очень важное, – это гигантская мозговая часть, которая индивидуально различается. Ты одному даешь виски какой-нибудь там, ну, вон, пожалуйста. Да, вот компас, бокс. Да, допустим, да. Ну, это вообще, это экзотика и чистый разврат. Ну, вот тут же ничего не скажешь. Я просто, поскольку склонен к таким вещам, значит, здесь меня вот угощают. Какой-нибудь простой виски, связанный там с торфянистым запахом, да? Ну, совсем простой. Естественно, он… Кому-то понравится. Кому-то понравится, а кто-то скажет… Ну, на этом все в самом начале расходятся. Да. Другой скажет, что это там, это покрышка от автомобиля, замоченная в спирту. Ну, дело в том, что еще очень опытность. Ну, вы знаете, я уже говорил об этом в предыдущих интервью. Опытность очень важна. Потому что человек, который оперу не слышал, ну, нет навыка, не воспитывали его так, не водили его в оперу. Да. Ну, бесполезно ему оперу включать. Толстые тетки чего-то там вопят на сцене. Ну, жуть собачья. Ну, вот. А на самом-то деле там есть очень много тонкостей, для которых нужно учиться. Дело в воспитании. Воспитание и образование. Потому что… Ну, хотя бы алкоголь, поскольку это универсальный, так сказать, интегратор сознания, вот, он более доступен для массовой публики. То есть, которой не надо ходить в музыкальную школу, чтобы потом ходить в оперу или в балет. То есть, это люди просто… Ну, самогон купил – пил – хорошо. Грушу вот купил – пил. Ну, вот, ну, вот, давай попробуй это. Это хотя бы доступно. Просто это такой доступный способ своеобразного обонятельного образования. Но оно заключается не в том, чтобы быстренько здесь 200 грамм запустить, а в том, чтобы разобраться в обонятельных ощущениях. Вот, с прошлого интервью, я там нескольких людей, которые могут себе позволить пить хорошие виски, объяснив им ситуацию, я, значит, тренировочные забеги там, из десяти виски, постепенно они, в общем, превратились в высокие личности, как полиграф-полиграф шариков. То есть, они поняли, что в мире существует что-то, кроме водки «Кжелка» и «Сигарет Парламент». Это существенно. Потому что таким образом, несмотря ни на что, их жизнь стала более интересной, чем была до этого. Я считаю, что это столь же важно, как понимание оперы и балета. Просто субстрат другой. Ну, а наше обоняние, поскольку оно все время подкладывает свинью, в том смысле, что оно может имитировать запахи, в том, что оно может заставить нас любить то, чего уже любить не стоит. На этом уже построен еще один фокус. Семейные отношения, за которые надо выпить. Зачастую люди поддерживают долгие семейные отношения, смотря на то, что как бы стимулов уже нет никаких. Почему? Имитация, в том числе, и половых феромонов. Обратным реверсом, пожалуйста, тоже есть. То есть это не только виски, это вообще универсальный механизм. Запах старого дома, вот, например, я очень хорошо помню старый дом, в котором я родился и вырос на Таганке. Ну, потому что вот он меня пропитал. То есть он у меня в обонятельной системе сохраняется до сих пор. И когда я такой гнилые дрова какие-то где-то унюхиваю, у меня тут же возникает устойчивая, в том числе и зрительная ассоциация. Это нормально. И неважно, там, там, зрительные ощущения, слуховые, достигшие сложной тренировкой, или вкусовые, которые, потому что там, ну, выпить захотелось, вдруг выяснилось, что тут оказывается целый мир. И этот мир у нас отражается в голове и может концентрироваться в памяти. Кстати говоря, это позволяет нейронам не умирать. То есть это вот безобразие, это на самом деле борьба с маразмом. Потому что маразм-то это что? Это запустевание капилляров головного мозга. А если вы будете заставлять эти капилляры расширяться для того, чтобы запоминать, ну, хотя бы запахи от виски, то шансов сохранить в том числе эмоциональную составляющую вашего мозга, а это самое главное, больше намного. То есть вероятность, что вы останетесь человеком в зрелом возрасте, намного выше. Иногда это очень важно. Очень важно, согласна. Ну, кстати, хотела сказать, к слову, отец того самого легендарного Ричарда Паттерсона, когда учился, он с восьми лет ходил уже на винокурни, в подвалы, где хранились... Какой молодец. Отец его учил разбираться в виски, только по запаху, даже не дегустируя, не пробуя на вкус. Да, но в этом возрасте можно. Не уничтожая динамику развития мозга, потому что в этом возрасте обонятельная система вообще работает, как швейцарские часы. Тут уж нечего говорить. И этим надо пользоваться. То есть нужно всё в своё время. Чем старше человек становится, а мы микросматики, тем хуже обоняние, тем сложнее. Например, в моём возрасте уже не надо учиться. Обонятельным ощущениям можно различать только грубые вискари. Я почему различаю? Потому что рано начал тренироваться. Начал тренироваться лет в 14. Уже активно. То есть я первый раз проехал по винзаводам и по винпунктам. Ну, это не всегда хорошо кончалось, но тем не менее, кое-какой опыт я приобрёл. И вот с той поры я ещё, так сказать, сохранил некий навык. У многих людей такого опыта нет. Но это не страшно. Если у вас нет опыта, но есть деньги, почему бы не попробовать? Тем более, что виски – это целый-целый огромный мир с таким разнообразием, в котором можно просто... Ну, это мир, в котором можно пожить. Да. И удивиться того, что как ты жил до этого без виски. На этом, уважаемые слушатели, до свидания. За ваше здоровье!